Сегодня у нас в гостях Виталий Погосян, музыкант. Виталий, ну расскажите нам такое, что такое вообще дудук? Дудук это очень необычный и волшебный инструмент. Он сделан из абрикосового дерева и трость из камыша, но южного камыша. Почему южного? Потому что он более крепкий и жёсткий, и из него можно делать вот такую форму. И вот сочетание вот этих двух абсолютно разных пород даёт вот этот магический, необычный звук, который, наверное, давайте сразу продемонстрируем, чтобы потом продолжить вот эту же тему. Вот такая вот. А скажите, именно эта авторская работа, то есть ручная? Эта ручная работа делает мастер Айк Гластяна в Армении, он живёт. И с ним я уже давно сотрудничаю, потому что у него действительно инструменты божественные. Их делает очень долго, медленно, они точно строят, они шикарно звучат. И у меня вот есть несколько его инструментов, на которых я играю вот на концертах. Но есть ещё другого мастера дудук, Георгия Минасова, то есть он заслуженный артист России. И он сам играет, и он придумал дудук с клапанами. То есть здесь просто больше нот. То есть это больше модернизированная такая версия? Да. Здесь можно играть просто побольше нот охватывать. То есть здесь диапазон больше получается. Вот такие вот разные абсолютно инструменты. А скажите, вот в бенде вашем дудук сколько там народа вообще? В бенде вообще нас четыре человека. Бенду уже 10 лет. Но последние несколько лет сформировался состав, где играет великолепный басист питерский Сергей Шейн. Он просто запоминает всё, любые мелодии вкупе с джазом. То есть это армянская этника и джаз, плюс вот этот питерский подход. Просто гениальный басист в Питере, да, Серёжа. У нас великолепный барабанщик Рома Николаев и преподаватель университета культуры с нами ещё и Илья Щеклеин. Ну это тоже просто великолепный пианист. Таких, мне кажется, в городе очень мало. А вы именно вот на духовых играете? В бенде основа это всё-таки, да, вот эти духовые инструменты. То есть мы перемешиваем известные мелодии, европейские, русские, армянские. Мы перемешиваем с джазовыми стандартами. Так как ребята великолепные джазисты, то это получается необычное ощущение от самого звука. То есть мы выдаём звук не просто вот армянской классической музыки, а в одной мелодии можно услышать сразу вот несколько направлений. И это очень здорово звучит. Вот ребята вот, они не армяне, да, то есть вы понимаете. У нас получается, что вот как раз смесь культур, вот да, всё перемешалось. А скажите, а вот эти вот вы говорите известные мелодии, как вы вообще выбираете их и как дела обстоят с авторскими правами? С авторскими правами всё очень просто уже в стране. Если это концерты большие, то обязательно мы можем позволить себе выбрать известные мелодии, их сыграть. И потом концертный зал перечисляет деньги в РАУ. И там уже они сами распределяют по списку, какому автору какие перечисления. А в каких городах, в каких странах выступают? Я вообще проехал от Нью-Йорка до Сахалина. То есть я в очень многих странах был, во Франции играл. Из всех поездок вообще больше всего меня впечатлил Сахалин. А чем? Это просто меня поразило. Я потом был и во Владивостоке, в Омске, вот в том направлении, если вот в ту сторону смотреть, восточную. Но вот Сахалин это просто такое вот богом поцелованное место, нетронутое как будто бы. Это гениальное место, энергетика мощная очень там. То есть у вас есть время не только играть музыку, но и как-то там экскурсии? Я всегда стараюсь планировать не просто приезд, вот приехал, отыграл и уехал. Я всегда стараюсь с организаторами концертов договариваться о том, чтобы посмотреть город, какую-то старую архитектуру, так как я все-таки по образованию историк, и мне это очень интересно. Но кроме этого у меня есть еще очень важные вещи в моей жизни. Я всегда прошу организаторов концерта днем перед вечерним концертом организовать, например, получасовой концерт для детей в больницах. Например, очень много я играю для онкобольных детей. Ну как сказать больных? Они не больные, они просто временно их лечат. Они выздоровеют, все будет хорошо. Я очень горжусь тем, что я это делаю. Я часто об этом говорю в обществе, чтобы люди понимали, что им тоже вдруг до кого-то это дойдет. Кто-то скажет, да возьму-ка, я тоже помогу. Почему бы и нет? Я поэтому, я не стесняясь всегда об этом рассказываю, что я помогаю, я играю в бесплатные концерты в разных городах для детей, которых надо лечить. Вот такая история. Это тоже часть всегда программы приезда в какой-нибудь город. А концерты как вообще организовываете? Каким образом? Концерты в основном организовывают агентства тех городов, которые приглашают. То есть в каждом городе в любом случае есть разного плана агентства. Кто-то приглашает классических музыкантов, кто-то этнических, кто-то популярную музыку. То есть есть разные фирмы, разные люди. Есть частные, которые очень хорошо разбираются в этом. Есть уже такие профессионалы, которые умеют это делать под ключ. А есть, которым надо иногда даже что-то подсказывать. Музыканты сами подсказывают, что вот здесь хотелось бы вот так, вот в этом месте немножко по-другому. Ну, опять же, эти люди со временем становятся тоже, наверное, профессионалами, то есть набирают опыта. Как такового такого директора у меня нет. А репертуар как меняется у вас часто? Нет, я не сторонник того, чтобы постоянно менять репертуар. Я все-таки считаю, что есть концертная программа, приблизительно, допустим, вот это вот на два часа. Из них вот час – это основа, которая не меняется. Остальное, да, остальное можно корректировать, что-то менять. Но есть вот основные, более глобальные вещи, которые я не меняю. Есть темы, которые старинные армянские, например. Есть темы, которые я когда-то написал. И есть темы, которые известны в мире, которые играются уже 50-60 лет известными мировыми музыкантами. Те, которые очень хорошо ложатся на этот инструмент, да, по звучанию, по всему. Вот так. То есть есть основа, которую я не меняю. А с кем-то из актеров вы работаете, режиссеров? У меня вообще, я считаю, что с этим мне в жизни повезло. Но я не знаю, как вообще этот термин можно использовать. Да, то есть повезло, не повезло, везет, действительно ли везет, или это человеку кажется. Тот объем работы, который я делаю, он, в общем, приближает к себе не только слушателей, но и людей, которые занимаются сами творчеством. Да, известные люди. И вот так когда-то, например, гениальный режиссер Алла Сурикова меня заметила и пригласила на один из своих фестивалей, кинофестивалей, где я играл и пел у нее там на закрытии фестиваля. И там меня заметил Дмитрий Певцов, актер. И с этого момента у меня прямо вот так очень многое поменялось в жизни, потому что уже много лет я играю в его коллективе. То есть он, кроме того, что в театре Ленком служит, он еще поет, у него концерты с живой группой. И это единственный, наверное, из известных людей, с которым очень много лет уже я играю. Это просто гениальный человек, очень умный, очень интересный, очень энергетически собранный. Вот с такими людьми мне действительно повезло. Вот это один из самых, наверное, ярких, с кем я вообще сотрудничаю. У меня есть в Петербурге друг Макс Леонидов. Наверное, конечно, все знают нашего Макса Леонидова, группа «Секрет». Когда-то нас познакомил наш общий друг Стас Флоренцев, который живет в Риге. Стас Флоренцев в Латвии известный радиоведущий. Великолепный человек с чувством юмора, с мощным. И вот он когда-то познакомил нас с Максом. Потом у Макса, когда бывают большие концерты, но не группа «Секрет», а именно его сольные концерты, у него есть еще группа «Хиппо-бэнд». Вот Макс меня приглашает. Я с радостью иду, играю на его концертах. Мы дружим, общаемся. Пару раз я играл с великолепной Зарой, которая питерская, но она живет в Москве. Ну да, это прикольно, это интересно и человек хороший. Пару раз я играл с великолепной Зарой. Из питерских это Михаил Башаков, с которым уже вот несколько лет тоже играю. Наверное, если вы не знаете, кто такой Михаил Башаков, это, если помните, была песня на русском языке переведена «Элис». А что это за девочка и где она живет? То есть это вот автор вот этого русского варианта. У него великолепные песни свои, авторские. Он все это поет, играет на гитаре. И я ему подыгрываю на дудуке какие-то песни, а какие-то на клавишах, иногда на аккордеоне. Иногда даже используем этнический инструмент «Тар» называется. То есть это как гитара, ну такая плоская, там шесть струн, но они сдвоенные струны. То есть когда играешь в соло, и сразу две струны схватываешь. То есть это такой этнический звук. То есть интересно, что он поет русские песни. Отчасти это бардовские, такие очень глубокие, смысловые песни. И вот вокруг него вот это вот ощущение этники. То есть вот песня на русском языке вроде современная, а звуки вокруг, да, вот такие более этнические. А где можно, кстати, кроме концертов услышать вашу музыку? Кроме концертов в интернете. Я есть везде. Виталий Погосян или просто Дудук Бенд. Очень много у меня подписчиков. Я везде открыт. Это тоже, кстати, вот эта открытость когда-то сыграла только в плюс в моей жизни. Потому что, ведь, знаете, я много лет играл и пел в питерских ресторанах. Я не гастролировал. У меня это было самое любимое дело. Я пел и играл в ресторанах. То есть в разных ресторанах или какой-то один был? Нет, вообще в разных ресторанах города. И самое интересное, что я сейчас, проезжая по каждой улице Петербурга, я могу вспомнить дом, где был какой-то ресторан, или он сейчас есть, в котором я пел, играл. Какие-то инциденты были, когда пели в ресторанах? Там бутылки об голову не били вам? Не били, но был момент, вот, тяжелые в те годы, когда доставали пистолет. Да, было. Были такие случаи разные. Были, я увидел драки в ресторанах, страшные драки, когда две разные компании не поделили что-то там. Ну, да, это в основном из-за спиртного, наверное, еще, что они напивались. А вы, вот, играя в ресторанах, приходилось употреблять там, в нетрезвом виде играть? Нет. Нет, я старался этого не делать, потому что я знаю по практике, я всегда знал, что многие спились, ресторанные музыканты. Я не хотел такого будущего себе. Я всегда понимал, что ресторан – это интересно, это хорошо, но это у меня в жизни должно закончиться. Это как путь дальше, вот, в другую жизнь. И чтобы дойти вот до той популярности, которую я сейчас имею, если бы я тогда пил, я бы не дошел, я бы просто, меня бы вообще не было, мне кажется, в этой жизни. Виталий, а скажите, где вы родились? Я родился в Нагорном Карабахе. Это место, где, вот, к сожалению, была война. Причем я родился в городе Мартакерти, это прямо на границе с Азербайджаном, где вот все это и случилось. Но я уехал еще до войны, я поступил в Ленинградский государственный университет, на исторический факультет, остался у меня там отец на тот момент. И это была страшная трагедия вообще моей жизни и моей семьи, когда во время войны сначала забрали территорию азербайджанцы, потом через год армяне вернули. Но когда вернули, там уже ничего не было. То есть у нас практически нет детских фотографий, потому что вот это все сгорело, все исчезло. Дом-то стоит, до сих пор стоит. И мы потом сдали, ну, бесплатно просто поселили хорошую теплую семью, чтобы хотя бы в доме был уют. Это двухэтажный дом большой, с большой территорией. И вот эта трагедия, наверное, никогда из жизни до самой моей старости, если я доживу, или перехода в другой мир когда-то, я никогда, наверное, не забуду. Я мечтаю в будущем, когда я создам фонд, я им тоже буду помогать, жителям этого города, детям. Вот это я, просто я уверен, что я это буду делать. Вот такая история. А во сколько вы приехали в Петербург и почему именно в Петербург? История простая. У меня мама была директором книжного магазина в Мартокерте с двумя высшими образованиями. И она еще в детстве моем говорила, что, Виталик, ты со своей порядочностью и культурой, которую мы тебе дали, ты не выживешь в других городах. Это единственный город, Ленинград, где ты будешь себя чувствовать комфортно. Я не понимал, зачем она так говорит. Я даже думал, ну как так, у меня же есть дом в Мартокерте. И она так плавно, периодически манипулировала, видимо, но при этом понятно, что она желала добра. Говорила, что Виталик, ты даже в Москве, в других городах, ты не сможешь жить, ты не сможешь жить в Мартокерте. Вот это единственный город, который тебя примет. Представляете, вот как она точно попала в цель, как она сделала мою жизнь. Ведь вот у меня папа жив, здоров, но папа никогда не участвовал вообще в моей жизни, в становлении. Так сложилось просто. У меня вся вот эта связь была в основном с мамой. И вот мы прилетаем в Ленинград поступать. Я точно помню, как вот старый аэропорт еще, и мы на метро доехали до центра. Мы вышли, где гостинка, на метро. В общем, мы приехали и вышли, где гостинка. Я увидел Невский проспект. Вот это вот первое ощущение, что я увидел в этом городе. Меня это так поразило. И я сразу вот влюбился. Я понял, что я смогу. Я, причем, я смогу вот быть внутри этого города. Не просто вот быть армянином и ходить армянином, а именно вот полностью интегрироваться в культуру города. И я, мне даже не надо было напрягаться для этого. Я это сразу прочувствовал, что да, я часть вот этих же людей, которые в этом городе живут. У меня единственная, да, внешность, конечно, у меня армянская. Но вот внутренние ощущения полностью вот этого города. Виталий, извините, вот честно говоря, первый раз, когда я вас увидел, очень напомнили мне актера такого комедийного, знаменитого, тоже армянского происхождения, Михаила Галустяна. Да. Вас как-то связывает что-то с ним? Ну, во-первых, связывает то, что мы армяне. Во-вторых, когда он был худой, действительно, мы были очень похожи. Мы даже два раза выступали в одном и том же проекте с ним. Даже я специально фоткался с ним, чтобы показать ребятам, действительно, мы похожи были. Ну, потом он стал такой щекастый, и всё. Но это, я не могу сказать, что это сыграло какую-то роль в моей жизни. Единственное, что да, вот на тот момент идёшь по Невскому, и люди оборачиваются, и многие думали, что действительно это вот идёт миша галустян. И, в общем, на этом всё. Потом он стал действительно такой крепыш, и перестали меня с ним сравнивать. Ну, такая история была. Виталий, а вот чем был обусловлен выбор вашей профессии? Вы же пошли, как вы говорите, на исторический факультет. Ну, я всегда любил историю с детства. Изучал, я всегда с трепетом относился к тяжёлой истории новейшей. По рассказам моего отца во времена Сталина, Ленина, потому что его дедушка ему всё это рассказывал, все эти странные истории, страшные порой истории, какие-то добрые темы. Просто я чувствовал, что это я хочу. Есть другой вопрос, что с третьего курса меня стали приглашать играть в разные коллективы, и я практически перестал учиться, потому что я играл в группах, и мне это больше нравилось. То есть эта история, это просто какая-то часть была моей жизни. Хотя я сейчас также периодически хожу в мой университет на лекции. То есть я иногда вижу на сайтах, если какая-то интересная лекция, просто прихожу, сажусь в аудиторию и слушаю лекцию в свободное время. Таким образом развиваюсь, что-то новое узнаю, или просто само ощущение, что я пришёл в университет, мне уже приятно. Недавно они делали проект, связанный с армянской культурой, и они меня пригласили, я там играл на дудуке, старинную армянскую мелодию. Ну, какие-то вот такие вот связи. То есть на этом, наверное, всё. То есть у меня вся жизнь связана с музыкой. И я с трёх лет играю на аккордеоне. В общем, я аккордеонист, если вот смотреть поглубже. То есть вот это мой основной инструмент с трёх лет. А кроме аккордеона и духовых, на чём-то ещё вы играете? Да, ну я играю на фортепиано, я играю на гитаре, я очень много пою. Вы такой полиглот, музыкальный полиглот на всём играете? Ну, возможно. Возможно. Ну, не на всём, но на многих инструментах. Виталий, я почему просто вопрос эти задал про инструменты? Я вижу, что у вас, кроме духовых, вот гитару вы с собой принесли. Может быть, сыграете что-нибудь там? С удовольствием сыграю. Я просто хотел спеть кусочек песни, как я говорю, на языке дудука, на армянском языке. Ну, песен красивых очень много, но я спою из фильма «Мимино». Песня называется «Офсирон сирон». Офсирон сирон, Инчу мотыца, Сэрди изгахника, Инчу имаца, Виталий, Как ты думаешь, Офсирон сирон, Ах, Я не знаю, Я не знаю, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Периодически я смотрю там афиши, очень необычный, такой мягкий, с мягким таким подходом человек. Хотел бы кусочек его песни спеть «Фонари». Где-то вдали догорает закат, и фонари ярче горят, и не дают они людям сбиться с пути. Ночные спутники вы – «Фонари». И не дают они людям сбиться с пути. Ночные спутники вы – «Фонари». Город ночной серебрится в реке, Арки мостов в сказочном сне. Окна больших домов погасили огни, Лишь не устанно горят фонари. Окна больших домов погасили огни, Лишь не устанно горят фонари. Как Вы попали на сцену? Как концерты стали появляться? Концерты сами по себе не появляются. Многие музыканты, кстати, потом мне писали, а вот каким образом, почему тебя зовут, а меня нет. Да не зовут, это просто самим надо было делать. Я начал делать концерты в маленьких помещениях с бесплатным входом. Сначала пришли знакомые, друзья, потом те привели еще кого-то. И какое-то время я делал бесплатные концерты. При этом я играл еще и в ресторанах в это время, но старался какие-то дни выбирать, делать репертуар, собирать именно творческие концерты. и вот это длилось тоже несколько лет. Потом в один момент надо было остановиться с ресторанной работой, потому что уже пошли такие странные ощущения. Например, я играл на 70-летие Никиты Михалкова в доме музыки в Москве, а на следующий день у меня был запланирован ресторан в Петербурге. Я приезжаю в Петербург, вечером пою в ресторане и на большом экране показывают меня стоящим рядом с Михалковым, и люди оборачиваются и не могут понять, что происходит. Почему? Как можно связать два несвязываемых каких-то абсолютно разного мира? Я не к тому, что одно лучше, другое хуже. Нет. И то хорошо, и это хорошо, но, видимо, есть какой-то момент предела, когда ты устаешь людям объяснять, почему ты в ресторане находишься. То есть я пытался объяснять, но действительно мне нравилось это дело, я любил, но люди подходили и говорят, ну, почему? Тебя же вот утром сегодня показывали по телевизору, почему ты вечером в ресторане играешь, почему-то люди, приходя в ресторан, сами считают, что ресторан – это, ну, так, плохо. Хотя люди сами приходят вечером, сидят, едят, пьют, отдыхают, общаются, танцуют. Ведь по той же причине я поменял название группы. Ведь изначально же группа называлась «Шнобель». Шнобель. Да, то есть до группы, до двух бэндов, до названия. Это самое великолепное название, которое я мог себе придумать, потому что когда я долго думал, как назвать группу, мне жена сказала, слушай, ну, у тебя такой красивый нос, назови Шнобель. И это так прицепилось. Вы представляете, я несколько лет выступал с этим названием. Это просто гениальное было название. Но потом люди стали просить менять. Те же люди, которые там, те же организаторы концертов, организаторы мероприятий, просили, что мы не можем вас так назвать, у нас там публика, мы не можем вас назвать. Вот вышла группа «Шнобель» и играет серьезную, казалось бы, музыку, но с таким названием. А еще у меня одна встреча была тогда с барабанщиком группой кино с Гульяновым, он знал про то, что мы переделывали кукушку, он, в общем, ему понравилось тогда, но он тогда сказал, что название полный трэш, надо все-таки менять, потому что вы не выживете вот с таким названием в нашем обществе. То есть я к чему, к тому, что есть такие моменты, которые ты не можешь прямо, как по-русски правильно сказать, рогом упереться, там, все, я буду делать так, вы как хотите, так и слушайте или не слушайте, там. Нет, вот есть какие-то пределы, видимо. Также мы поменяли название, да, взяли самое простое дудук-бенд. То есть в этом названии сразу понятно, о чем речь идет, что это бенд и есть солирующий инструмент дудук. И также с ресторанной работой понятно было, что все, уже общество не готово тебя воспринимать как артиста, который играет симфоническим оркестром сольные концерты, а еще поет в ресторанах. Вот поэтому пришлось вот уже ту эпоху отодвинуть немножко в сторону. Как вы оказались на дне рождения у Никиты Михалкова на юбилей 70-летнем? Ну, пригласили организаторы, и у него в этот момент на экране, он рассказывал про фильм «12», и на экране шли вот эти кадры из фильма. И в этот момент мы играли еще с двумя великолепными музыкантами мелодию из этого фильма вот этот кусочек. У кого-то еще из больших таких знаменистей были вы на днях рождениях или на каких-то официальных мероприятиях? Ну, я был у многих, но у многих был в основном именно на таких банкетных частях вечера, поэтому смысла нет об этом говорить, да. То есть, кажется, есть какая-то внутренняя, если есть порядочность, то тебя будут уважать, приглашать разные люди, известные и неизвестные. И не надо их воспринимать прямо как вот… Да, надо их уважать за их труды, потому что многие действительно своим трудом добились очень многого. Скажите, пожалуйста, сколько существует уже ваша группа, если начиная со Шнобеля и вот до сегодняшнего дня? Ну, получается, вместе со Шнобелем 15 лет приблизительно. Изначально вообще мы начинали с аккордеонистом. Я еще ведь играл в такой группе необычной, называется «Обморок и мама». Я там играл на клавишах. И мы там познакомились с аккордеонистом. Потом решили вот попробовать еще отдельно скрестить дудук и аккордеон. Его зовут Алексей Бараков, он преподаватель для Института культуры. Великолепный музыкант, с чувством юмора интересный. Мы с ним вот начинали вот эти маленькие концерты, о которых я уже говорил. Потом постепенно, постепенно к нам присоединился пианист, потом еще перкуссионист питерский. И вот у нас были уже такие серьезные концерты. У нас даже был большой концерт в ДКУ финляндского. Ну, потом сама форма поменялась, потому что и сами площадки поменялись. Меня стали приглашать на какие-то фестивали, даже джазовые. Я даже удивлялся, зачем вы меня приглашаете на джазовые фестивали, если я не играю в джаз. Нет, вот хотели бы, чтобы я играл, и при этом состав музыкантов чтобы подходил. И пришлось еще набрать ребят, с которыми до сих пор я и играю. То есть это такой классический состав, когда у тебя играет барабанщик, басист и клавишник. И вот все вместе, вот, приблизительно, получается, 15 лет. То есть концерты вот непосредственно Дудук Бенд играет или вы сольные тоже даете? Я даю концерты из группы Дудук Бенд. Я даю концерты с симфоническим оркестром сольно. Даю концерты вот с Владимиром Волковым, с Владимиром Шуликовским. У нас есть еще органные концерты, периодически, с органом, скрипкой и Дудук. Иногда я езжу один, например, там периодически играю в разных городах, там и квартирники, и, ну, такие маленькие именно концерты. Я стараюсь их связывать с другими какими-то поездками. Там очень часто я езжу уже с актером, с Дмитрием Перцовым, и я стараюсь в эти же даты ставить где-то рядом в городах какие-то концерты, где я один. Вот, иногда с пианистом. Абсолютно разные концерты в разных направлениях. А вот вы говорите, переделали песню «Цоя кукушка» музыку под Дудук и под другие инструменты. А почему именно кукушку? Я просто изначально ее прочувствовал, когда первый раз услышал еще вот в своей молодости. Я прочувствовал ее. Я понял, что она очень похожа вообще по своей структуре на именно старинную армянскую музыку. И я попробовал ее, и я увидел реакцию людей. Я понял, что да, ее можно сделать. И вот она у нас не как в программе концерта, она, ну, больше мы ее используем как любительский вариант, потому что мы для себя больше играем, и для своего удовольствия, там, она очень интересно звучит. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!